Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Начался новый летний сезон и опять же возникают проблемы с нашими томатами. От подписчиков каждый день мы получаем множество фотографий с различными проблемами. Люди просят о помощи, подсказать, что делать с томатами, чтобы получить урожай. Очень часто проблемы с томатами возникают от неправильного полива и несбалансированных подкормок. Томаты – это теплолюбивая культура. Они любят полив теплой водой. Вода для полива томатов должна составлять плюс 18, плюс 25 градусов тепла. Если полить томаты холодной водой из скважин или колодца, листья их пожелтеют, цветы будут осыпаться и плоды будут болеть и развиваться плохо. Кусты и вовсе могут погибнуть. Что касается времени полива, то томаты лучше всего поливать в утренние часы, чтобы излишняя влага до вечера выветрилась из теплицы. Ведь при высокой влажности в теплице ночью могут развиваться различные грибковые заболевания, например, такие как фитофтороз. Томаты нужно поливать по мере подсыхания грунта. Почва должна находиться в умеренно влажном состоянии. Нужно отметить, что томаты гораздо легче переносят засуху, чем замокание грунта. При избыточной влажности почвы могут развиваться различные корневые гнили, в том числе и фузариоз. В период созревания томатов нужно особенно следить за поливом. Полив должен быть хорошим, но не излишним. Не следует слишком перевлажнять почву, иначе томаты будут созревать, набирать слишком много влаги и не будут набирать сахаристость. Они будут на вкус водянистыми, поэтому также будьте внимательными при поливе во время созревания плодов. Теперь немножечко о подкормках. После посадки рассады томатов в теплицу, многие начинающие дачники, огородники стремятся быстрее подкармливать томаты, чтобы они пошли в рост, чтобы они окрепли и начали активно наращивать вегетативную массу. Для подкормок используют различные азотные удобрения – бродиловку из травы, настои куриного помета, либо навоза. Однако с подкормками не нужно так стараться. Ведь при избыточном внесении азотных удобрений томаты начинают жировать, листья приобретают темный цвет, верхушки томатов скручиваются, идет активное нарастание зеленой массы пасынков в ущерб цветению и плодоношению. Томаты жируют, и ситуацию исправить крайне тяжело, но все-таки возможно. В первую очередь нужно прекратить подкормки азотными удобрениями. Второе, что нужно сделать – это подсушить почву. Томаты придется не поливать примерно 10-12 дней, чтобы почва хорошенько подсохла. И когда листья станут немного вянуть, возобновить поливы. Растения получат сильный стресс и возобновят нормальный рост и развитие, начнут завязывать плоды. У жирующих томатов нужно обязательно удалять пасынки и лишние листья, чтобы не было загущения кустов, чтобы была хорошая проветриваемость, циркуляция воздуха в теплице. Тогда томаты будут завязывать плоды. Нужно отметить, что за одну процедуру нельзя сразу удалять много листьев. Удаляем за один раз 2-3 листочка с одного куста. В следующий раз, через несколько дней, можно опять удалить несколько листьев. Дело в том, что если удалять по многу листьев за один раз, растения испытывают сильный стресс. Появляется на стеблях много открытых ран, в которые могут проникать различные инфекции. При жировании нарушается баланс питательных веществ. Нужно подкормить томаты в первую очередь калийно-фосфорными удобрениями, зольным настоем, либо вытяжкой из суперфосфата. Не стоит забывать и про подкормку борной кислотой, которая влияет на завязываемость плодов. Для того, чтобы приготовить раствор для внекорневой обработки, понадобится 5 грамм борной кислоты, это примерно чайная ложка, на 10 литров воды. Чтобы усилить действие раствора, добавьте в него 100 мл глицерина, 1 столовую ложку 9% уксуса и 2 столовых ложки нашатырного спирта. Эти компоненты помогут лучше усвоить томатам различные питательные вещества и микроэлементы. Кого интересует данная тема более подробно, можете посмотреть ролик про подкормку борной кислотой на нашем канале. Там все подробно и доступно объясняет наш автор. Как видите, ошибки исправить гораздо труднее, чем не допустить их. Поэтому внимательно следите за развитием своих томатов и не допускайте их жирования, не допускайте неправильных агротехнических приемов при уходе за томатами, и тогда урожай обязательно будет хорошим. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова